Добрый день, дорогие друзья! Здравствуй, столица прекрасной Башкирии! Ура! Начу от имени всей нашей делегации, гостей. А здесь собрались представители всех российских регионов, 28 братских республик. Здесь наши друзья и братья из Белоруссии, Донбасса, Луганска. Здесь те, кто всегда отставил дружбу народов, справедливость и прежде всего уважал тех, кто трудится на земле, кто создает главные ценности на земле. Это рабочий, крестьянин, учитель, врач, инженер, ученый, военный. Их, они определяют судьбу любой страны, любой республики. Мы у меня на родине, в Орле, где сломали хребет фашистскому дверю на Орловско-Курской дуге. Собирались в феврале месяце и приняли новую программу «10 шагов достойной жизни» по выводу России из системного кризиса. Ее поддержали и Академия наук, и Торгово-промышленная палата, ведущие коллективы. Потом мы эту программу вынесли на большой совет трудовых коллективов. Там было 600 коллективов от легендарного Кировского завода в Ленинграде до тех заводов, которые на Дальнем Востоке строят лучшие корабли и самолеты. И этот совет принял наше предложение. Но хочу прямо сказать, невозможно выбраться из кризиса, если не будет дружбы народов, братства и справедливости. И в этом связи тот форум, который мы только что закончили здесь и при необращении ко всем вам, имеет историческое судьбоносное значение. Вы должны понимать, что нас не взяли ни Наполеоны, ни Гитлеры. Нас расколотили антисоветизмом и русофобией. Нашу страну подожгли галтелым национализмом, когда заполыхали пожары на Кавказе, в Средней Азии, Прибалтике. Дружба народов – это то, что мы складывали веками, и то, что дороже всего для каждого из нас. Поэтому мы все будем делать, чтобы возродить свою страну, шить порванные сосуды. И у нас есть свои примеры. Пример ленинско-сталинской модернизации, уникальной в истории. Распавшуюся империю собрали в Союз благодаря тому, что стали поклоняться человеку труда, что справедливость и труд стали в основу государства, что главными прелегионными классами были дети, женщины и старики, что лучшие, каждый человек ценился по своим качествам, за труд, учебу, за новейшие открытия. Мы сумели построить перед войной 9 тысяч лучших заводов, и ваша республика на глазах расцвела. Вы приняли из глубинных районов Советского Союза сотни тысяч и десятки предприятий, и они у вас работали, и каждый человек чувствовался уверенно. Сегодня нас пытаются противоставить, противоставить и растащить. Сегодня снова американцы проводят учения в Прибалтике, демонстрируют технику в Кишиневе, поджигают Ближний Восток. Сегодня снова перед нами большие проблемы и трудности. Но преодолеть их нельзя, если не будет справедливости, если не будет уважения к тем, кто трудится, если молодежь, окончивая вузы, останется без работы, если дети не имеют возможности нормально отдыхать, учиться и уверенно смотреть в будущее. Вот такую программу мы предложили, и она сегодня поддержана. Я благодарю вашу республику, благодарю всех вас, всех друзей, всех гостей, которые сумели в короткое время не только принять важнейшие документы, но и проявить мужество и волю, защищая свою страну и лучшие в ее истории. Лучшее в истории отражено прежде всего в наших подвигах и победах. Кто бы вам что ни говорил, запомните, на любом самом строгом суде истории, за то, что мы победили фашизм, за то, что мы первые прорвались в космос, за то, что мы создали ракетно-ядерный паритет и превратили новую большую войну, нам поставят самый величный памятник на любом суде истории. Это сделали коммунисты, это сделала советская власть, это сделал трудовой народ. Власть советская как раз отстаивала и выражала его интерес. Наша партия, наше патриотическое движение берет наследство все лучшее из великой тысячелетней истории, из великой советской эпохи, берет все лучшее из мирового опыта, мы вместе договорились и с братьями, трудящимися и компартиями всех стран, отстаивая интересы трудового народа, все сделать для того, чтобы наш уникальный советский опыт можно было применить и в нынешнее время. Здесь братская Белоруссия, давайте ей поаплодируем, она показывает лучший пример, как можно выбираться из кризиса. Здесь наши друзья с Донбасса, они показывают мужество, как можно храбро сражаться против нацистов и бандеровщины. Здесь наши друзья из Крыма, они вернулись в родную гавань, про ее редкий характер. Ведь там было почти 20 тысяч украинских войск, ни один автомат не выстрелил, ни одна пушка не грохнула. Почему? Потому что народ проявил волю, мужество и на референдуме, и в ходе текущих дел. Я уверен, что мы справимся с трудностями, абсолютно уверен, что преодолеем и нынешний кризис. Залог тому трудолюбивый, храбрый, многонациональный, дружный народ нашей державы. Да здравствует трудовой народ! Ура! Да здравствует братская башкирия! Ура! Да здравствует дружба народов, надежный оплот нашего выхода из кризиса! Ура! Мы правы, мы победим! Ура! Браво!